Только у одного охотника на счету зафиксировано 798 медведей и вдобавок 8 десятков пойманных живьем медвежат. Но об этом мы поговорим немного позже. Привет! Это Камчатка с Александром Петровым и начнем мы с распаковки очередной книжицы, прилетевшей ко мне с материка. Итак, мы начинаем. Вот это книжица. Впрочем, давайте распечатаем пакет и посмотрим на нее живьем. Уже два месяца, целых два месяца. Ваш покорный слуга прикован к койке по поводу сломанной ноги. Я уже говорил, что кровавый режим пустил в ход климатическое оружие, дабы не допустить мое участие в акциях протеста. Так как по-другому воздействовать на меня не получилось, из-за того, что выходя на улицу, я надеваю на голову шапочку из фольги. И резонаторы Гельмгольца бессильны. Итак, книга, которую я получил, это роман Владимира Корбера «Наследство». Я не знаю, выходил ли он в перестроечное время в новой России. Это издание имело место быть в издательстве «Посев» в 87-м году. Наверное, нужно немножко, очень коротко рассказать о трех книгах, которые были написаны во времена так называемого «Застоя». То есть, в последний период, перед распадом совка, три книги, которые рассказывали о том, как русская интеллигенция приходила к Христу. Пожалуй, первая книга и самая важная из этих всех трех книг, это книга Феликса Светова «Отверзими двери». Она вышла в 78-м году в издательстве, по-моему, «Имкопресс». Сейчас уточню. Нет. Она вышла в другом издательстве. В издательстве «Реунис» в Париже. Феликс Светов «Отверзими двери». Эти три очень важных книги. Первая книга, о которой я говорил, это Феликс Светов. Роман «Отверзими двери». Феликс Светов был известным советским литературным критиком. Вместе с женой Зоей Крахмальниковой он в начале 70-х годов воцерковился. И в результате появился на свет вот этот вот самый роман, который я очень рекомендую. Православным верующим людям. Судьба жены Феликса Светова Зои Крахмальниковой сложилась несколько по-иному. Она ушла в раскол. Она подалась в секту с названием «Богородичный центр» и несколько лет назад умерла. Сам Светов умер раньше, чем она. И, наверное, его роман «Отверзими двери» наиболее важен и интересен в его творчестве. Впоследствии у него вышла книга «Тюрьма» об его советском тюремном опыте. Вторая книга – это роман «Ожог» Василия Аксенова. Это достаточно известная книга, наверняка многие ее читали. Но я знаю, что вы ленивая и нелюбопытная, и даже если вы читали, вы ее не поняли. На самом деле это роман о том, как человек в результате духовных и нравственных испытаний обретает Бога. Обязательно прочтите «Василий Аксенов. Ожог». И последняя книга, которую я получил сегодня, я, естественно, читал ее раньше, но у меня не было собственного экземпляра – это «Наследство» Владимира Кормера. Эта книга рассказывает о двух ветвях русской интеллигенции, о советской ветви и о зарубежной ветви, о двух ветвях русской интеллигенции, которая верит в Господа нашего Иисуса Христа. Итак, три книги о том, как человек приходит к Богу. Это «Отверзий медвери» Феликса Светова, «Ожог» Василия Аксенова и «Наследство» Владимира Кормера. А теперь, как я и обещал, пришла пора узнать об охотнике, который убил 798 медведей. Об этом рассказывает публикация в «Камчатской правде» 1955 года, публикация с названием «798 медведей на личном счету охотника». В маленьком поселке Еловка, пишет газета, что стоит на берегу одноименного притока реки Камчатки, живет со своей семьей один из лучших камчатских охотников. Степан Иванович Ушаков. За свои 48 лет Степан Иванович хорошо изучил жизнь и повадки таежного зверя. Немало труда стоила ему эта наука. С 10 лет он начал охотиться с отцом овытным охотником, а в 11 лет убил своего первого медведя. Степан, пишет дальше газета, ведет счет убитым медведям. Счет казался бы парадоксальным, если бы не документальные свидетельства. Двух медведей не добрал, до 800, говорит Степан Иванович, виновата улыбаясь. Как будто эти два недобитые злосчастные медведи свидетельствовали о недостатках охотника. Слышать плохо стал. Часто медведь ночью к палатке подходит, а я не слышу. Степан Иванович, однако, не включает в число убитых медведей тех медвежат, которых он поймал живьем, а их он насчитывает около 80. Степан Иванович неоднократно был награжден ценными подарками и медалью охотник-ударник. Кстати, автором статьи в Камчатской правде является известный камчатской ученый, их теолог Иванович Куренков, который в середине прошлого века активно сотрудничал с главной газетой «Полуострова». Итак, «Камчатская правда», 17-й день июля 1955 года, статья Игоря Куренкова «798 медведей» на личном счету охотника. Кстати, эту статью, текст этой статьи, вы можете прочитать на моем канале сервиса «Яндекс.Дзен». Канал называется так же, как и канал на ютубе. Камчатка с Александром Петровым. Еще месяц я проваляюсь в постели с загипсованной ногой. Так что за это время я буду лишь рассказывать вам о новых книгах, не выходить на улицу. А вот когда в мае, если все будет нормально, с Божьей помощью, я на ноги встану, вас ждет немало нового и интересного, пока я валялся два месяца в постели, у меня появилось много новых идей для видеороликов, для выпусков моего видеодневничка. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам понравилось то, что вы сейчас услышали, если вам интересно узнавать что-то новое о Камчатке, о новых книгах, а ежели не нравится, ставьте дизлайки. Пишите ваши комментарии. Ежели же вы на моем канале впервые, ежели вам сразу не стало скучно, и вы не пошли смотреть всякую современную мерзость, то сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка, выполнив рекомендации которой, вы не будете пропускать новые ролики на канале. Вот эта подсказка. Делайте то, что она вам велит. Сделали? Теперь кнопочка подписаться стала светло-серой, в ней появились сакральные славы, вы подписаны. Еще нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о каждом новом выпуске моего видеодневничка. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин